Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами рассмотрим ресурсы и сервисы, которые помогают нам упростить процесс поиска научной информации. В первую очередь это публикации, это книги, это, возможно, диссертационные исследования и много-много всего другого, что есть в цифровом мире и что нам необходимо использовать при подготовке собственных публикаций, диссертаций, ВКР, курсовых работ и прочего-прочего-прочего. Самый главный вопрос, три вопроса, на которые мы отвечаем, когда ищем что-то в том же интернете, это что искать, как искать и где искать. Вот про где искать мы сегодня с вами и поговорим. Что искать, как искать, про это мы уже на предыдущих вебинарах немножко разбирались и рассматривали. А вот где искать, это вопрос вроде бы очевидный, в интернете есть всё, но надо знать заповедные места, чтобы не тратить время и сокращать затраты сил, времени, нервов на поиск информации, потому что они нам понадобятся для подготовки наших собственных работ. И три, не забываем, ещё один важный момент, это проверка тех ресурсов, тех изданий, периодических, продолжающихся, непериодических, и содержащейся в них информации, которые мы находим. Три этапа у нас есть. Когда мы ищем область поиска, когда мы ищем сам ресурс, где может жить нужное нам издание, которое содержит нужную нам информацию, такой, знаете, принцип матрёшки. Затем второе, это мы нашли этот ресурс, там много изданий или, может быть, одно издание. Мы просматриваем этот ресурс, мы просматриваем эти издания и отбираем те, которые нам пригодятся. Вот здесь мы уже оцениваем само издание на добросовестность, надёжность, достоверность информации, насколько ему можно доверять. И, наконец, третий этап, когда мы оцениваем уже саму публикацию, саму содержащуюся в этих изданиях информацию на ту же самую тему, насколько можно доверять этой информации, насколько можно доверять этому автору. То есть мы проверяем и информацию, и автора. И вот эти... Ой, сейчас возьму указку. Вот эти два этапа, они могут совпадать, у нас сливаться как бы в один, когда мы работаем с сайтами, с порталами самих научных изданий. Сайт журнала, сайт, там, издающий сборник конференции. Вот тогда у нас вот эти два этапа, они могут слиться. Во всех остальных случаях мы сначала оцениваем сам ресурс, потом издание, а потом уже информацию. И на эту тему, ну, прежде чем оценить, нам нужно еще найти. А где? Где? Вот сегодня мы как раз про ресурсы с вами и будем говорить. Те самые ресурсы, которые позволяют нам найти наиболее добросовестные издания, содержащие наиболее добросовестную информацию, которым можно доверять. И напоминаю, коллеги, у нас было два... Вот на тему проверки такого элементарного фактчеки, у нас было два вебинара в конце апреля и в середине мая, где мы как раз разбирались, как проверять ресурсы, как проверять издания, чтобы не попасть на мусорные, хищнические и прочие. Самые простые правила. Напоминаю, что у нас цикл, это библиография для небиблиографов, поэтому самое простое, самое элементарное, самые простые шаги, которые могут сделать все, начиная от преподавателей и студентов, заканчивая учащимися колледжей, они прекрасно с этим мнением, например, справляются. И второй вебинар был в мае. Это снижение репутационных рисков. Здесь мы говорили как раз с точки зрения, как проверять информацию, которую мы берем в свои публикации, вот уже сами тексты, самих авторов, на кого мы цитируем, это тоже очень важно, это может носить такой некоторый риск для нас, как для авторов. Ну и, естественно, вот эти две вещи, они взаимосвязаны, поэтому можно, ссылки я вам здесь даю, презентацию скачивайте, то, что отмечено зеленым подчеркнутым, это гиперссылки, которые прям ведут на нужные ресурсы или нужные записи. Вот это рекомендую летом посмотреть, посмотреть, да, какие-то вещи для себя полезные там можно найти, вот как раз по поводу проверки. Не забывайте, когда мы ищем, находим что-то, обязательно нужно это проверить и перепроверить, прежде чем пустить в работу, использовать в своих публикациях, чтобы потом не рисковать собственной репутацией. Наталья Лившиц, чем я закрываю текст? Если изображением вы просто чат закройте, у меня фотография, например, вернее, это самое, видео, оно съехало. Да, коллеги, если вдруг у вас изображение налезает на слайд, вы просто закройте чат, у вас изображение спикера сместится в сторону, слайд презентации будет открыт, а чат у вас немножко сместится вниз. Интерфейс, да, это уже каждый сам себе может настраивать. Да, мышкой поправьте, просто чат закрывайте, он никуда не денется, он немножко у вас сместится вправо, и тогда все будет видно. Это уже я не могу поправить, это уже вы сами можете интерфейс на своем компьютере настроить. И к поиску информации, да, какие есть для этого ресурсы. Вот здесь, коллеги, сразу предупреждаю, информации оказалось очень много, поэтому мы разделили ее на целых два вебинара. Сегодня мы поговорим о тех ресурсах, в основном МБД, международные базы данных, и каталоги, которые позволяют нам находить статьи периодически из периодических научных изданий. Ну и сборники, книги туда тоже попадают, я про них тоже скажу, там некоторые ресурсы их содержат, но в основном вот то, что мы чаще всего ищем, а мы чаще всего ищем именно периодические статьи. А вторую часть мы проведем 22 июня. В расписании этот вебинар уже есть, про зарубежные тоже ресурсы, которые помогают нам искать. Не только же статьи нам иногда требуется, еще хорошо посмотреть зарубежные диссертации, по той же теме или схожим темам, что пишут зарубежные коллеги, а вообще рассматривают ли они эту проблему, как они рассматривают этот вопрос. Это уже отдельная даже целый такой блок ресурсов, который мы вот 22-го рассмотрим. Туда же статистические данные нам тоже часто очень требуются. Сегодня я про один ресурс в конце вам его покажу, а подробно уже расскажу. Это вообще целый кладезь информации. Подробно про него расскажу уже на следующем вебинаре 22-го. Это могут быть и книги, это могут быть архивы и репозитории, например, зарубежных университетов. Они сейчас тоже открывают доступ к своим хранилищам. Конечно, не ко всему, но что-то уходит в открытый доступ. Это могут быть препринты, постпринты, неопубликованные материалы. Например, репозитории Корнольдского университета вот такие вещи содержат, очень интересные. И там можно, кстати, завязывать и вступать в переписку с авторами, и получать обратную связь на свои какие-то публикации, и завязывать в том числе вот такие связи, коммуникации устанавливать с авторами. И плюс еще различные кинофото, материалы, документы. Это тоже нам иногда требуется, и хорошо бы это включать. И поэтому вот эти вот части мы вынесли на вебинар 22-го. Ирина Стуколова, простите, если неправильно фамилию называю, этого вебинара пока нет в списке вебинаров. Я вам ссылку дам. Он уже сформирован, я вам в конце встречи ссылку на него дам, и можно будет сразу напрямую зарегистрироваться. Не через расписание, а прямо напрямую. Поэтому мы вот разделили немножко на две части. Сегодня мы в основном про публикации журнальной статьи поговорим. А вот эти вот дополнительные вещи в основном вынесем туда. Хотя здесь тоже можно что-то найти в некоторых ресурсах. В конце я их вам покажу. Но вот немножко так разделили на две части, чтобы не путать все в один котел. И легче было потом искать по тем же презентациям, когда что-то нужно. Где искать зарубежные публикации и материалы периодических научных изданий? Вот начнем как раз про каталоги и международные базы данных. Ну, раз у нас название было в Apple Science и Scopus, то, пожалуй, с них и начнем. С монстров. Начнем с монстров. Сразу еще раз оговорюсь, коллеги, напоминаю, что сегодня мы говорим про фри доступ. На следующем вебинаре тоже, наверное, будет фри доступ. Apple Science и Scopus для использования полного функционала подразумевает наличие подписки образовательной организации. То есть университет, например, или институт подписывается на эти базы или на какую-то из них и уже раздает доступ своим сотрудникам для того, чтобы ими пользоваться. Это не наш случай, о котором мы сегодня говорим. Мы говорим о фри доступе. А вот если нет у нас такого доступа, ну вот не оформили мы подписку на Apple Science, теперь мы все не сможем ей пользоваться. В ограниченном режиме сможем. Но в сильно ограниченном. Но тем не менее. Когда имеет смысл для поиска научных публикаций, использовать, например, в Apple Science или Scopus. В тех случаях, когда, например, мы собираемся писать статью в научное издание, которое само индексируется в этих или в какой-то из этих баз, и в требованиях к оформлению, к публикации, они указывают, что желательно наличие или обязательно в некоторых изданиях, так пишут, да, наличие ссылок или цитирований на издание, индексируемый в Apple Science. Вот здесь мы без Apple Science точно никак не обойдемся. Нам надо вообще посмотреть, индексируется ли это издание и какие издания по нашей тематике есть в Apple Science, с тем, чтобы уже дальше искать публикации из них. Вот для этого фри доступа нам достаточно, а в принципе больше нам, наверное, и не надо. В Apple Science, так же как и Scopus, это не полнотекстовый, они не дают полнотекстового доступа. Это международная, вот в Apple Science, это международная онкометрическая база, такая площадка унифицированная, ну, очень авторитетная, которая быстро позволяет нам искать, анализировать информацию в разных областях. Ну, в основном это естественные науки, общественные, гуманитарные и улозь искусств. И это такая мультидисциплинарная платформа, включает более 30 тысяч журналов и более 5 тысяч сайтов. Ну, говорю приблизительно, потому что цифры все время будут меняться. Кто-то добавляется, потом проводят чистку, кого-то исключают, кто-то опять добавляется. Ну, вот примерно цифры такие. И на этой платформе можно найти следующее. Можно найти библиографические данные по публикации по журналу, можно найти рефераты, можно найти название публикации, но сами тексты, к самим текстам он доступа не даст. Тем более, если мы говорим о фри-доступе, как незарегистрированным пользователям, тем более. И найти тексты, заинтересовавших нас статей, можно только в том случае, если эти журналы издаются по формату Open Access, то есть открытые данные по открытому формату. Вот тогда, если издатель сам дает открытый доступ к своим публикациям, тогда да, тогда мы их сможем найти. Но мы сможем установить название журнала по нашей тематике, мы сможем узнать нужные нам данные, мы можем узнать, относятся ли они, входят ли они вот в этот формат Open Access, и если входят, то дальше уже есть дополнительные ресурсы, с помощью которых мы можем найти данные этих статей. Значит, вот эта вот страничка, которая... Как это делается, я вам сейчас покажу. Прям вот здесь немножко такая технология, знаете, через Тулу на Москву. Но это вот имеет смысл начинать с Web of Science, например, или со Скопус, когда нам нужно, чтобы издания, которые мы будем цитировать, именно в этих базах индексировались. Вот эта вот страничка, ссылка ведет прямо на страничку поиска, ее себе забирайте, запоминайте, в закладке ставьте, потому что когда давай просто ссылку на Clarivate, типа, а зайдете на сайт Web of Science, и там найдете вот поисковик. Студенты у меня очень часто теряются, заблуждаются и не находят. Поэтому я вам даю вот прям прямую ссылку вот эту на страничку поиска. Здесь всего одно поле. Что сюда нужно ввести, подсказка есть. Либо название журнала, либо ССН, если его знаем. Если не знаем, то просто хотя бы какое-то ключевое слово, которое может содержаться в названии нашего журнала. Коллеги, звук есть у всех? У всех есть звук? На огонечек просто нажмите, если есть. Ага, спасибо. Спасибо. Как сохранить эту закладку? Не, коллеги, вы скачиваете презентацию, по ссылке открываете эту страничку поиска, а ее уже в браузере у себя сохраняете как закладку. Да, только так. Ага, коллеги, сейчас я напишу только. У кого... Ох! Так. Прошу прощения. Вот так вот. По ссылке, сейчас попробую, если у меня эта ссылка, если я ее поставила, по-моему, я ее не поставила сюда. По-моему, она у меня живет только в этом самом. Сейчас попробую я ее вам вытащить. Ага, вот, все получилось. Сейчас я вам эту ссылочку скину сюда. Вот. Вот это ссылка на эту страничку. Просили в чат, вот, пожалуйста. В закладке лучше вот такие вещи себе сохранять. Уже в браузере потом из презентации открываете и в браузер сделать закладку. На эту страничку прям отдельную папочку делаете и вот туда такие полезности сохранять, чтобы потом не потерять. Здесь мы можем найти журнал. Вводим... Я, например, отводила одно слово. Ну, мне интересуют, например, журналы по управлению. Обратите внимание, если мы говорим про зарубежные ресурсы, вводим только на английском языке. Мы можем включить переводчик браузерный, чтобы понять, что куда вводить, что от нас. Хотят, если особенно какой-нибудь не англоязычный, и сайты английские мы не очень хорошо знаем, и нет переключалки языков на самом сайте. Ну, можно даже для упрощения просто включить переводчик. Но когда вы вводите данные, имейте в виду, что это англоязычный сайт, поэтому включаем показать оригинал страницы и вводим на английском языке. Иначе он может некорректно воспроизводить данные. Не все воспринимают, к сожалению, хорошо латиницу. Вот ввела я туда слово «менеджмент», и у меня открывается следующая страничка. Вот он мне выдает все журналы. Список пошел журналов, которые содержат так или иначе слово «управление», слово «менеджмент». Вот оно и есть. Две важные вещи. Слева у меня появляются в меню фильтры, используя которые, я могу сократить область поиска, область выборки. Не нужно отсеять, нужно оставить. По странам, по регионам, по языкам, по куче еще разных параметров. Самый первый параметр, который для нас важен, фильтр – это Open Access. Вот такой вот значок открытого замочка, он используется как в Open Access, так и в Scopus и в SGR. Вот эта надстройка, Scopus-овская база. Вот там, как только видите этот значок, это значит, журнал относится к формату Open Access и дает полнотекстовый доступ к своим статьям. Все остальные либо частично, либо только за деньги. Вот нам нужно установить этот значок. И второй момент, обращать внимание, если нас заинтересовал какой-то журнал, номер ИССН или ЕССН. Вот здесь есть только один номер ИССН. Это международный стандартный номер сериального издания. Если их два, их вот так вот здесь и записывают. Еще и второй у нас появится, ну, в зависимости от того, печатное это издание или имеет электронную версию, или только электронную версию. Ну, вот тогда номер у нас появляется. Для чего это нужно? Я вам покажу. Это второй ресурс, который позволяет нам обойти вот это ограничение в App of Science для фри-доступщиков. Больше мы ничего здесь найти не сможем. Поиск, попробуйте, попробуйте искать, но он здесь ищет по журналам, именно по журналам. Я вот вела, как ключевое слово, менеджмент, да, он мне выдал все, где есть, обязательно вот в названии журнала было слово менеджмент. Вот, поэтому попробуйте поэкспериментировать, но он, по-моему, ищет вот по ключевым словам, если они есть в названии издания, да, или в полном названии издания, или какой-то его версии. Здесь поиск по журналам, именно по журналам. Поэтому здесь вот смотрите, такая штука может быть. Мастер-джурнал есть. Если есть подписка, автоматически. Платный ресурс, если... А вот ссылка, вот это вот, то, что мы выше... Вот этот вы имели в виду, да? Вот мы сейчас как раз там и находимся, его и смотрим. Это вот чуть-чуть повыше ссылка была на эту страничку. Вот это вот все по фри доступу я делала. То есть у меня нет подписки на Web of Science. Вот то, что я могу отсюда выжить. Ровно вот так. Фри доступ, вернее, open access. По умолчанию он не активен. Нам надо его активировать. Выбираете вот этот раздел. Вот он серенький. Переводим движок, чтобы он стал синим, активным. И вот смотрите, если первоначально у меня было найдено более тысячи результатов издания со словом менеджмент, по теме управления, то open access осталось всего 375. То есть вот вам какое большое количество журналов было отсеяно. Ну и, соответственно, теперь я могу уже спокойно просматривать этот список, выбирать те издания, которые действительно относятся к open access, и лишнего я уже себе сюда не наберу, чтобы потом не разочароваться, не тратить время на просмотр журналов, доступ к статьям, которых изначально закрыт. То есть вот это вот не забудьте в первую очередь сделать. И все, и пошли смотреть дальше. Все, больше мы здесь ничего не сможем сделать. По фридуступу он нам не даст воспользоваться этими возможностями, просмотреть журнал, просмотреть список статей. Он будет просить регистрацию. У меня так не получилось, например, зарегистрироваться. Не регистрировать. Нет, подписка должна быть. Но про номер ESSN я вам говорила не просто так. Есть хорошая штука. Вот мы нашли журналы, которые индексируются точно в App of Science, у которых есть точно формат open access. Вот мы себе списочек таких журналов насобирали. Берем их ESSN. Вот мы уже нашли достаточное количество. По языку, по другим критериям отборку сделали. А вот теперь мы идем на портал ESSN. Кстати, очень хорошая вещь, которая помогает нам проверять журналы на ту же добросовестность. Стандартные номера ESSN, ESSN, ESPN их и воруют, и подделывают, и левые номера бывают. Все бывает. И несуществующие. Вот на этом портале, во-первых, можно в качестве такого факт-чекинга проверять, действительно ли этот журнал имеет номер ESSN, который он указывает на своем сайте, а не фейковый ли это сайт. Это вот как раз к теме одного из наших вебинаров, о которой я вначале вам говорила. Вот он, этот портал, вот она, эта ссылка. А во-вторых, мы можем здесь получить доступ к изданиям Open Access. Вводим сюда также либо название журнала, либо, если мы с портала Web of Science переходим, у нас уже есть ESSN, вводим сюда ESSN. И вот здесь обязательно отмечайте Yes, Open Access. Нажимаем на плюсик, и у нас он становится таким вот фиолетовеньким. То есть он нам выведет все журналы, которые имеют Open Access, если мы ищем по тематике. Ну, опять же, ключевое слово, которое содержится в названии журнала. Ну, здесь можно содержится и или в описании и так далее. Здесь можно посмотреть, что мы выбираем. Вот то же самое выбираем, менеджмент, управление. И смотрим, например, я не знаю номера ESSN, и, например, мне не нужно, чтобы этот журнал индексировался. Мне все равно индексируется он в Web of Science или не индексируется. Тогда я вот тут часть пропускаю в Web of Science, и я сразу перехожу к порталу ESSN и набираю также слово менеджмент. И он мне также выдает список журналов и дальше открывает ровно так же слева, слева открывает фильтры, по которым я могу тоже конкретизировать свой выбор. И вот здесь обратите внимание, вот эта верхняя панелька – это сортировка. Как мне удобно получить представляемые данные. В порядке алфавита, по алфавиту, в обратном порядке алфавита самые новые журналы наверху пойдут или, наоборот, самые старые. Какое количество выводить результатов на странице? Ну, по умолчанию стоит 10. Ну, вот, например, у меня по 10 получается 80 страниц результатов. Ну, поставлю по 100, будет 8 страниц. То есть, смотрите, здесь уже регулируете сами, как удобнее. С предыдущего, Елена, на ESSN мы никак не попадем, мы просто берем с Web of Science вот отсюда, мы берем вот этот номер ESSN, а портал открываем уже отдельно. ESSN портал открываем отдельно и просто сюда вводим взятый, найденный в предыдущем Web of Science номер. Да, но мы будем уверены, что этот журнал в Web of Science 100% у нас индексируется. Все. Если такое условие есть. А так мы можем и просто зайти на этот портал. Как перейти? Просто, просто, независимо. Да, там перехода нет. Мы просто нашли там, номера ESSN себе скопировали, например, и зашли на портал. Можно, например, сделать, работать с двух вкладок. Web of Science – это очень удобно. Две вкладки открываем. Здесь у нас ESSN, здесь у нас Web of Science, здесь нашли, сюда поставили, нашли и пошли искать дальше. Здесь, что важно, то же самое. Мы можем сделать выборки, воспользоваться фильтрами. И у нас открываются вот такие карточки журналов. Ну и здесь настраиваем показ под себя, да, поскольку выводить на страницу, в каком порядке, по алфавиту, не по алфавиту и так далее. Да, и вот здесь на ESSN, на этом портале, очень удобно сделан выборка по странам. Она прям вынесена отдельно. Можно выбрать несколько стран, если нас интересует несколько, или, например, только одну страну. Но вообще я вам рекомендую, знаете, как, когда занимаетесь поиском, не старайтесь сразу как можно больше отрезать возможностей, да, ограничить из себя массой фильтров. Два-три фильтра вот так выше крыши. Чем шире поиск, пусть нам немножко… Вы потом лучше его сузите, вы поймете, что вам нужно отсекать, а что нужно оставлять. Не старайтесь сразу сделать очень узкий, иначе многие журналы, которые, например, по смежным тематикам, или в какой-то стране издаваемые, но которой мы не уделяем внимания, а там очень интересная, нужная и, главное, качественная информация содержится. А мы его так… А, не, Сербия, не, не пойдет, так раз его в сторону. Лучше потом, постепенно вы поймете, до какого предела, особенно когда вы только начинаете работать с темой, лучше потом, постепенно сократить. Поэтому фильтрами особо сильно не увлекайтесь. Я вам сейчас чуть попозже покажу, к чему это может приводить. Ну и вот выбираем, открываем карточку журналов, просматриваем, выбираем нужный нам журнал и кликаем по названию этого журнала, и у нас открывается полная карточка, полное описание этого журнала. Что здесь… На что здесь обращать? Да, даже с карты воспроизводят, где вообще находится издательство, в каком городе, в какой стране. И вот здесь приводятся все данные об этом издании. Здесь много чего интересного можно подчеркнуть. И вот интересно, вот эта графа «Линкс», ссылки, с чем он связан. Как правило, первым адресом, первой ссылкой идет адрес самого журнала «Электронный». То есть отсюда мы можем перейти прямо на сайт этого издания и посмотреть, что оно из себя представляет. В некоторых изданиях, кстати, здесь я сталкивалась с тем, что они связывают не главную страницу сайта, журнала, а архив номеров. То есть мы сразу кликаем сюда и попадаем на архив номеров. И вот ищите. Люди заинтересованы в том, чтобы их цитировали. И обращайте внимание здесь… Да, вот опять мы видим номер «ЕССН». Если есть электронная версия журнала, номер «ЕССН» будет второй. И смотрите, если несколько версий, имеет смысл, наверное, посмотреть и ту, и другую. Иногда они могут отличаться. Это не всегда полный дубль, печатная и электронная версия. Они иногда могут и отличаться. Так же, как и англоязычная версия журнала и русскоязычная, например, версия того же журнала, они тоже могут немножко отличаться. Поэтому посмотрите, совпадают ли или есть какие-то отличия. В некоторых изданиях такое бывает. В смысле нет информации, где он индексируется. Кто? Вот этот? Вот. Вот оно. Здесь есть. Во-вторых, эта информация может содержаться еще и на сайте самого издания. Ну и если нам нужно, чтобы он индексировался точно в «Web of Science» или «Скопус», тогда мы со «Скопус» и «Web of Science», вот как мы начали, тогда мы с них начнем поиск и придем к «ЕССН». «ЕССН» – это только портал тех изданий, которым мы этот номер присвоим. То есть они могут индексироваться в «Web of Science», могут не индексироваться в «Web of Science». Поэтому смотрите, если вам важна эта индексация, начинайте с базы «Web of Science» или «Скопуса» и после переходите к «ЕССН». Если не важна, можно опустить этот шаг и прямо вот отсюда смотреть. И вот второй момент, кстати, про индексацию. Петр, спасибо, что напомнили. Вот смотрите, здесь есть еще вот. Вот, индексация пишется вот здесь, где он индексируется. Он индексируется еще в «Кроссреф». Посмотрите, в «Кроссреф», где он там, где-то он там индексируется. Вот этот каталог DOAG. Значит, вот здесь мы доступ получаем с ESSN портала. Здесь тоже нет полнотекстового доступа, но мы получаем доступ к самому сайту издания, на котором, перейдя на который, мы можем получить доступ к архиву всех статей. Мы же выбрали Open Access при поиске «Открытый доступ». Значит, все эти журналы, они дают открытый доступ к своим статьям. И вот эта вот индексация в DOAG. Вот это важная вещь. Это еще один ресурс, которым мы можем пользоваться как в связке, так с другими ресурсами, так и вполне самостоятельно. Это каталог, потрясающий каталог. Ольга Герцен по ключевым словам «Возможен поиск». Вот не скажу, он ищет в основном, сколько вот я пробовала, он показывает по... чтобы это слово было в названии, либо в описании самого журнала, по связке с журналом. Где можно по ключевым словам, по тематикам... Сейчас я вам еще покажу ресурсы. Вот это вот DOAG. Это международный междисциплинарный каталог журналов «Открытого доступа». Directory of Open Access Journals, по-моему, так называется. Он старается отразить все открытые научные журналы, которые придерживаются вот общих принципов качества научных изданий. И таким образом он способствует их распространению и защите и продвижению вот этого формата открытого доступа. На данный момент вот этот каталог интегрирован в электронной библиотеке университетов различных стран. Его интегрируют сейчас. Таким образом, чтобы журналы, входящие в этот каталог, они получают большую видимость. И это значительно увеличивает их цитирование, соответственно, цитирование их статей, рост и импакт-фактора и множество-множество других полезностей. Ну, вот такой вот хороший каталог. Индексирование в этом каталоге означает, простое индексирование означает, что журнал соответствует четырем критериям качества, которые, а их всего, по-моему, семь, которые предъявляются вот к журналам. То есть если журнал попал в этот каталог, это значит добросовестный, надежный и можно доверять. Ну, перепроверять информацию в нем все равно будем, но сам журнал, он надежен. Есть еще такое понятие, как печать DOEG. Покажу, как она выглядит, такая оранжевенькая. Раньше ее называли бейджик, сейчас они ее называют, ну, да, бейджик или печать. Это журналы, которые полностью соответствуют всем семи критериям требования качества каталога, предъявляемым к изданиям. То есть это вообще вот высший пилотаж. Самые лучшие журналы. Но остальные ничуть не хуже, ну, просто по каким-то критериям, ну, может быть, не дотягивают, да, где-то немножко допустили небрежность, например. Это вот тот самый каталог, о котором я в предыдущих вебинарах про факт-чекинг рассказывала. Там Джон Бохан, он был такой научный пранкер. Вот в 2013-14 году он подколол этот каталог DOEG. Он выбрал журналы, 304, по-моему, журнала, отправил туда заведомо фейковую статью. Статьи околонаучные такие, которые, ну, любой специалист сразу бы сказал, что за ерунда, и не пропустил бы ни в коем случае. Большинство журналов эти статьи опубликовали. И был большой скандал, грандиозный. Ну, вот он потом, конечно, раскрыл, что это был пранкинг, это был такой розыгрыш, проверка, да, качества журналов. И каталогу тогда не поздоровилось очень сильно. Было много наездов на вот этот формат открытого доступа к статьям, к журналам Open Access. И вот после этого они в 2014 году провели очень грандиозную чистку, ужесточили правила, ужесточили требования качества. И вот те журналы, которые остались, и плюс новые уже по-новым, все журналы должны были пройти пере, как бы, аттестацию, да, и очень много журналов было исключено. И вот с тех пор они очень внимательно следят тщательно за качеством тех журналов, которые сюда входят. Поэтому, да, такая стряска пошла на пользу. Как пользоваться этим? Доверять сейчас можно. Ну, вот количество того, что здесь находится, больше 6 миллионов статей, да, больше 17 тысяч изданий, ну, вполне достаточно даже одного этого каталога для того, чтобы провести разыскание. Искать можно по журналам и по статьям. Ну, например, по тем же самым журналам. Ввожу опять также сюда слово или менеджмент, или библиография, или еще что-то. Нажимаю поиск. Здесь всего тоже одно поле поисковое в начале. А вот затем он мне выдает вот такую страничку. Он мне выдает все журналы, которые содержали это слово, причем не только в названии. Я вводила слово библиография, да, и вот он мне выдал. Видите, форум, библиотек, медицин, что-то такое, да, слова библиография здесь не было. Но здесь появляются фильтры поиск по областям. Вот то самое, что вы спрашивали по ключевым словам или по областям. Я выбираю те области, которые меня интересуют. Например, меня интересовала библиография. Ну, здесь такая расширенная область. Это и библиография, и библиотеки, и информационные ресурсы, и наука. Все это вместе. Научные библиотеки, да, все это вместе. И смотрите, иногда есть подразделения. Здесь библиография и информационные ресурсы, они как бы два раздельных. Представляют две раздельные части поиска. Я могу выбрать только библиографию или только информационный ресурс. Но, опять же, я не хочу сокращать себе область поиска. Я оставляю вот так, все вместе. Пусть найдется, а там что-нибудь интересное отберем. По языку. Как только вы выбираете нужный язык, выбранные вами области. Здесь можно выбрать несколько вариантов. Вот захочу я агрикультурно, например, да, а выберу его, и они у меня перемещаются наверх и будут располагаться вот так вот. Хотя в самом списке идут не по порядку. Но это очень удобно для работы с фильтрами. Что-то убрать, поправить и так далее. Вот на этот значок, обратите внимание, вот он. Можно поставить галочку, выбрать только те издания, которые имеют вот этот знак качества DOAG. И тогда он нам остальные журналы отсечет, а выведет только самые-самые крутые, самые-самые правильные, что называется. Можно и вот так вот тоже сделать. Ну, смотрите, если их слишком мало будет, тогда лучше вывести все. С карточки журнала мы сразу можем перейти на страницу веб-сайта, а можем по названию открыть саму карточку журнала. Ну, фильтры – это еще не все. Там есть и по издателям, и по странам, и много-много всего. Критериев, опять же, мы смотрим, с помощью фильтров задаем. Вот он. Вот так выглядит знак DOAG. И если мы ставим галочку в поле выбора, что только журналы с этим знаком, их нам и выведет. И дальше мы выбираем, например, какой-то журнал. По названию кликаем у нас открывается карточка журнала. Сначала идет, по умолчанию открывается вкладка «О журнале». Здесь вся информация о самом издании. Ее здесь еще продолжается, продолжается. Нас интересует все-таки на публикации этого издания. Поэтому у нас есть два. И вот, пожалуйста, помните сайт SSN, который мы до этого смотрели? Вот из каталога DOAG есть прямой переход на сайт SSN. Можно сразу туда перейти. И вот они, SSN для печатного издания этого журнала, для электронной версии. Можно там, например, проверить, если мы сомневаемся. Можно перейти сразу на сайт этого издания и посмотреть архив номеров. Да, ну вот, если мы воспользуемся переходом по сайту на сайт, вот предыдущие публикации, мы попадаем сразу на страницу, где идут публикации последнего номера. Мы хотим посмотреть все. Открываем. Вот идет по годам. И внутри мы выбираем, например, нужный нам том. Открываем номер. И вот они пошли публикации. Можно сразу скачать. Можно посмотреть в формате PDF или HTML. И в этом формате можно уже сами статьи скачивать. Можно их открыть, посмотреть, прочитать онлайн, либо сразу скачать. Вот на этом этапе просмотра статей вот это уже пока придется делать ручками самостоятельно. Отбирать то, что нам нужно. Но, по крайней мере, мы нашли подходящее нам издание. Или вот так. Есть еще один способ, как можно сократить вот этот переход на сайт самого издания. Мы также выбираем карточку журнала. Ну, открываем вторую вкладку. По умолчанию у нас открыто у журнали. Мы открываем статьи. Это он пишет, что здесь в каталоге DOG есть 659 проиндексированных статей этого издания. И здесь уже, прямо в самом каталоге, он открывает список этих статей. Мы можем просмотреть. Здесь все данные краткие есть. Есть ключевые слова. То есть здесь можно отсортировать, можно использовать их для поиска. Мы можем перейти к самой статье, а можно нажать вот сюда, Read Online, и прочитать статью онлайн. Вот мы выбираем, например, переходим к тексту самой статьи. И вот у нас открывается текст самой статьи. И здесь же есть возможность скачать, закачать, даунлоуд, загрузить себе. И прямо текст этой статьи у нас загружается со всеми данными. Здесь вот, кстати, в этом журнале очень удобно сделано. Сразу приведено вот этот значок, как в Киберлининге, как правильно цитировать эту статью, указывать в ссылке. То есть вот все мы нашли, забрали, скачали. И мы уверены, что мы выбрали именно то, что нам нужно, а не какую-то статью, непонятно, с какого-то сайта, непонятно, с какого-то портала, развлекательного, неразвлекательного, бог его знает, это вполне все научная информация, научные издания, причем достаточно качественные. Ну и, соответственно, для списка литературы это пойдет уже не просто как какая-то статья с какого-то ресурса, тогда он будет оформлен как электронный ресурс, а мы это можем оформить как статью из научного издания, электронного или печатного. Такое тоже можно здесь делать. Еще один ресурс, Эпско-хост, на нем останавливаться не будем, просто иметь в виду, ну, это такое известное, известная технология одного окна. Единственное, что здесь самый большой минус ко всем вот этим богатствам доступ только по подписке. Поэтому мы на нем долго останавливаться не будем, я вам просто этот слайд привожу, иметь в виду, что оно есть, и если у вас будет подписка на Эпско-хост и доступ, тогда, конечно, вот это все становится вам доступным. Если нет, тогда мы будем идти вот так вот вручную, как мы с вами и начали с Web of Science. Ольга Герцан, обязательно запись вебинара будет, слайды скачивайте. На кого недоступна, Ольга Фомичева, ссылка на кого недоступна, да, для организации. Эпско-хост для организации. Все вот эти базы, Web of Science, Коупус, Эпско, они стоят очень приличных денег, поэтому только для организации. Ну, так же, как электронно-библиотечные системы, например, Эпско-хост. Здесь нет ссылки. Ольга, здесь, да, здесь я вам ссылку не даю, просто по названию можно будет зайти и посмотреть. Ну, просто имейте в виду, что оно такое и есть. Но это дорогое удовольствие, поэтому физическим лицам нет. Это слишком. Это лучше всего, ну, не знаю, лучше всего или нет. Иногда в более маленьких, открытых по фридоступу ресурсах можно найти гораздо более интересные вещи. Скопус более открыт. Мы в основном через вот этот вот Семага Рэнкинг, Джорнал Рэнкинга, вот через эту настройку заходим. Сейчас я ее вам тоже покажу. Но и самого Скопуса, даже без подписки, мы можем тоже произвести вот такой вот отбор журналов, индексируемых в Скопус. Можно найти журналы. Вот это вот то, что я вам показываю, тоже без национальной подписки. Отлично. Спасибо, Вера. Мы можем по отраслям знаний отобрать, например, вот так же, как и в предыдущем, делаю Эйджи, например, по отраслям знаний, мы можем по сабджекту, мы можем отобрать журналы. И здесь мы также можем выбрать нужные нам журналы из списка, посмотреть данные по ним, можно конкретизировать запрос, можно выбирать по отраслям знаний, можно по названиям, по тому же и ССН, по издателю, то есть здесь достаточно много возможностей для поиска. И отрасли знания мы можем вот выбрать одну или несколько. И так же, как и в App of Science, он нам показывает сами журналы, показывает данные по этим журналам, мы можем получить и ССН, ну и дальше уже с ними использовать. Открытая надстройка вот эта. Ну и использовать уже, применяя другие ресурсы для поиска информации. А Simago Journal Country Ranking – это хорошая такая база, которая содержит информацию по изданиям, индексируемым в скопус, правда туда она попадает иногда с небольшой задержкой, поэтому это тоже надо иметь в виду, пока все обработается, пока выведется, так вот моментального нет. Поиск журналов. Вводим также название журнала журнала или слово, которое должно быть в названии журнала, и ССН, или издателя, если его знаем. Ну, так же можно осуществлять вот этот поиск по одному полю. Здесь также есть набор фильтров, по которым мы можем отобрать нужные нам журналы. Первый фильтр – это отрасль. Здесь есть категория, например, отрасль экономика, категория какие-то подотрасли, относящиеся к этой отрасли, более дробные деления. Можно выбирать, делать выборку по странам, по регионам, по типу издания, что нас интересует. Нас интересует журнал, сборник статей, конференции, материалов конференции, книга, что. Вот он предлагает нам выпадающий список, и мы выбираем, что нам нужно. И год. Интересуют ли нас все года, либо какой-то определенный год, который он по году будет делать отсечение. Так, коллеги, я смотрю, здесь про Эпско пошло уже обсуждение, не буду мешать в чат, чтобы на мой спеть, ладно? РФФИ. Да, да, здесь сложнее, сложнее получить. По квартелю, Петр, смотрите, здесь по квартелю можно, если нужно, он вам сразу выведет квартели, прям сразу видно, вот он и первые квартели, они выходят самые первые. В принципе, их не так уж и много, поэтому не пренебрегайте журналами низших квартелей, это не значит, что они плохие, это зачастую значит, что они только недавно попали в скупус. И с фильтрами. Вот тот случай, когда я вам говорила, не увлекайтесь фильтрацией. Вот смотрите, мы выбираем отрасли, бизнес менеджмент энд аккаунтинг, выбираем, конкретизируем область, организационное поведение, человеческие ресурсы, менеджмент. Вот мы конкретизировали. Только журналы Российской Федерации, только журналы, и что нам выдает, а нет такого скопуси, извините, слишком сложный поиск, давайте-ка чего-нибудь другое попроще. Убираем категории, оставляем только вот так, оставляем, да, и там мы еще год ставили, там последний год, и он нам может выдать, что такого нет. Тогда расширяйте поиск, поэтому сразу слишком много фильтров лучше не вводить, лучше постепенно уменьшать область поиска. И при использовании фильтров, когда мы имеем дело с категориями, вот здесь обращайте внимание вот на это слово. Если рядом стоит это слово, он будет выводить журналы более такого общего направления, которые не узкоспециализированные, а такие зачастую почти мультидисциплинарные, содержащие более общие сведения. Вот если есть это слово рядом с названием вот этой категории, то имейте в виду, что это означает, что это журналы более общего направления, и тогда он их вам и выведет. Если нас интересуют более узкие специальности, выбираем другие журналы. Там может быть не та информация, которая нам нужна. А дальше мы можем перейти по названию журнала на карточку самого издания. Мы здесь тоже получаем, смотрим информацию о самом журнале, которая есть, смотрим, продолжается ли индексация в базе, выбираем. Опять же, есть ИССН, и вот он, наш портал ИССН, мы можем туда перейти и посмотреть там этот журнал. А в некоторых карточках есть переход сразу на сайт издания. Можем перейти на сайт издания, и вот здесь по архиву номеров находить уже нужные нам статьи. Есть еще одна хорошая вещь. Science Direct это не совсем скупус, хотя да. Science Direct это каталог открытых журналов издательства и Сильвер. На издательской платформе Science Direct в основном сюда входят общественные гуманитарные науки, медицина, инженерные науки, естественные и, по-моему, физика. Вот эти вот темы можно найти в Science Direct. Кстати, очень хороший набор публикаций открытого доступа полнотекстовых, где можно, пользуясь только этим ресурсом, насобирать себе на публикацию для цитирования вполне и очень. первое, идет простой поиск, я его вам перевела на русский, вот показываю, что, куда писать, что он просит, можно записывать все. И вот, кто у нас там учился постоянно в чате, спрашивал про ключевые слова, да, вот здесь поиск по ключевым словам точно есть. Да, уже это, если предыдущие были базы, связанные с поиском издания самого журнала, да, то здесь мы уже ищем сами, на этой платформе сами тексты статей, поэтому здесь у нас идут ключевые слова, поиск по ключевым словам здесь возможен. Да, вот забирайте, вот это вот классная, кстати, вещь, я себе для публикации здесь очень много всегда нахожу информации, очень много статей, причем очень интересных статей. И не пренебрегайте вот этой функцией расширенного поиска. Если кликнуть по ней, мы можем, да, здесь можно заполнять не все поля, можно хотя бы просто ключевое слово или ключевые слова ввести и все, и запустить поиск, он тоже хорошо отработает. Расширенный поиск тоже даю вам в переводе, но, естественно, заполняем на английском языке и устанавливаем оригинал страницы, снимаем перевод. Найти статьи с этими терминами, слова, которые употребляются, термины, которые употребляются, он будет искать по тексту всей статьи. Если они вам нужны, он их вам найдет. Если вам нужно, чтобы в названии журнала или книги было какое-то слово, сюда тоже можно записать. Вот, смотрите, дополнительные поля. Да, достаточно интересные. и это еще не все. Совсем расширенный поиск. Открываем вот это вот «Показать все поля». Вот он нам показывает, что здесь еще есть. То есть достаточно большой выбор для того, чтобы отобрать именно то, что нам нужно. Ну, а дальше уже, исходя из целей своего поиска, мы их заполняем или не заполняем. Нажимаем «Поиск» и он нам выдает список. Вот я выбрала тоже самое, нашу родную библиографию. Показал там 246 тысяч, почти 247 тысяч результатов. Ничего себе, да? Это полнотекстовые доступы. Это уже можно читать. Это статьи, это книги. Вот я здесь не сделала выборку, он мне показал вообще все. И здесь опять же идут наши фильтры. Посмотрите фильтры, по ним можно сократить. Вот здесь очень хороший фильтр по годам. Если у нас есть требования за последние три года или за последние пять лет, мы легко это можем сделать. Посмотрите, сделайте выборку по фильтрам. Интересный фильтр типы статей. Например, меня интересует за последний год, 2021, и типы статей, исследовательские, что там еще у нас есть. А, еще интересуют меня обзоры книг и практически что-то такое, связанное с практикой, гайды какие-то. Вот уж сама не помню, чего выбирала. Исследовательские точно помню статьи. Можно оставить только одни исследовательские. И он сам моментально, когда мы меняем фильтры, он сам производит изменения поиска. И вот уже у меня осталось по моим критериям, я там еще про язык не писала, еще там много фильтров не использовала, например. У меня остается, смотрите, из почти 247 тысяч осталось всего 2000 результатов. Ничего себе, так поиск сократился, количество результатов. Ну и вот очистить все фильтры, кнопочка тоже волшебная есть. И дальше мы, да, еще подсветка, где использовано это слово или ключевые слова, которые я задала в поиске, он еще подсветочкой здесь показывает. Тоже очень удобно, это можно увидеть. Ну и дальше я выбираю статью, открываю ее, и вот могу сразу ее загрузить, не читая, могу прочитать онлайн. Интересно, хорошая вещь, кстати, он сразу показывает данные об издании, о журнале. Это потом пригодится при составлении библиографического описания или оформления ссылки. Показывает, как журнал этот выглядит. Есть вот такой интересный раздел «Рекомендуемые статьи в соответствии с нашим поиском». Он еще мне рекомендует какие-то статьи похожие, как он считает, по этой теме. Статьи цитируются где? В Science Direct они не цитируются, они нам предоставляются, а цитируем мы их уже сами. Вот просто вся информация в своих работах. А так где они цитируются? Это платформа, которая собирает сами статьи и дает нам к ним доступ. Да, да, да. Индексируется, наверное, Ольга. Наверное, вы хотели спросить, индексируется ли? Это статьи издательства «Эль Сильвер». Да, 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 да. Это скопусовские. Это скопусовские. Можно ради уж точно быть уверенным, что они индексируются в Скопус. Можно просто название по SGR, то, что мы сейчас смотрели, как искать журналы в Скопусе, там просто ввести название и посмотреть. Точно. Вот это клад. Это просто клад, коллеги. Вот это Science Direct. Вот это все без регистрации, по фри-доступу. И закачивайте. Да, он еще показывает, какие здесь иллюстрации использовались в этой статье. и закачиваем PDF-файлом себе, и дальше с ним можно спокойно работать. Да, причем еще вот как здесь дополнительная еще аналитика по этим статьям, она показывается. Насколько читали, сколько цитировали, не цитировали, открывали, просмотров, закачивали. Все это есть. Ну, если это важно. Можете прямо отсюда даже поделиться куда-то. Как цитировать эту статью, указывать, здесь тоже можно подсмотреть. Не факт, что потом придется исправлять в соответствии. Но, тем не менее, да, есть. По поводу переводов. Значит, коллеги, нет. Вот чего нет, того нет. Переводить придется нам вручную. По поводу перевести быстро большое количество статей. Мне очень помог. Конечно, не настаиваю, но мне, например, понравилось. Я не жалею, что в свое время его приобрели. Переводчик Промп. Классная вещь. Стоил он недорого. По-моему, что-то около порядка двух-трех тысяч. Ну, пожизненная лицензия. Слушайте, это класс. Вот когда мне надо было перевести огромный массив статей, вот так вот из Science Direct насобирало, наверное, штук 25. Сейчас я вам напишу название. По-моему, вот так. Промп. Не помню, на конце есть у него Е или нет. Это программа-переводчик. Попробуйте просто в интернете посмотреть. По-моему, так пишется. Не помню. По-моему, Е на конце все-таки должно быть. И он здорово очень помог. Он очень хорошо делает такой масс-импорт, масс-перевод больших объемов файлов, больших объемов текстов. У меня было около 25, наверное, файлов. Ну, каждый файл статьи где-то от 10 до 20 страниц. Да, вот. Значит, без этого. Статьи прямо в браузере. А, да, ну, можно и через браузер, можно так, но мне было удобнее через промпт. Я его просто собирала, собрала все вот эти файлы, где-то около 25, сразу кучей забрасываю в переводчик через 7 минут. Какой? Через 5 минут. У меня уже были переведены все статьи. Причем он их сохраняет в двух вариантах. И вариант англоязычной статьи, вот этот PDF-файл, и ровно с таким же названием, но вариант перевода. И вот это вот очень удобная штука, когда не надо по одной, иначе мы будем открывать, по одной статье переводить, прочитали онлайн, это надо сохранить. А здесь вот сразу набрали кучу себе. Вот это подойдет, вот это, вот это, вот это, вроде бы подходит, вот их 25 штук, сразу туда раз, и через 5 минут я уже сижу, отбираю. Надо мне, не надо, вот это вот подойдет, это вообще можно удалить, по переводу не проходит. Ну, не совсем прям вот идеальный перевод, но смысл, суть, понять вполне даже можно. И переводит очень неплохо, кстати. Ну уж не хуже Гугла точно. Поэтому смотрите, если у вас одна-две статьи, можно и через браузер, можно открыть, прочитать, по одной статье перевести. Но когда у вас идет большой объем текстов или книги, это, конечно, очень, очень трудоемко. Ну, смотрите, да, вот как один из вариантов, можно и сделать вот так. Science Direct – это вообще кладезь, просто кладезь вот таких публикаций. Еще один ресурс покажу вам, он связан уже с книгами. Вот это, коллеги, если нам нужны не только статьи, но и монографии. Это бесплатный ресурс, который дает полнотекстовый доступ около, почти около двух тысяч книг в формате PDF по общественным наукам, гуманитарные науки, естественные, экономика, финансы, юристы, юридические науки и менеджмент. Здесь можно смотреть по фри-доступу, можно быстро зарегистрироваться, там буквально секунды занимает, и после этого скачивать то, что находится в открытом доступе. Это уже идут книги. Тоже действует под этим форматом Open Access – полнотекстовый доступ. Также открывается каталог. Я на нем зарегистрировалась, поэтому немножко расширяет он функционал, дает возможность скачивать, и здесь появляются у нас только уже справа те же самые фильтры. Можно сделать выборку по каталогу. В общем, фактически, это как, если электронными библиотечными системами, там, университетской библиотекой, онлайн, пользуетесь, вот это примерно выглядит по интерфейсу примерно так же. То есть можно выбрать по областям, что меня не интересует, они прям подписывают, какое количество книг есть по той или иной области. Можно по издателям, по странам, по языкам, ну, то есть здесь тоже можно вот рассмотр и выбор сделать по фильтрам, отобрать то, что нам надо. Вот, и можно скачивать. Скачиваются книги. Просмотр, открывается карточка самой книги, самого издания. Мы ее просматриваем, если все устраивает. Отправляем на скачивание. Он сначала его открывает в формате PDF. Можно, можно прочитать, во-первых, онлайн, понять вообще надо, не надо, да, и после этого просто на значок скачивания и в формате PDF у вас через секунду книга уже находится в загрузках, да, в папке в нужной. Ну, а после ее берем в промпт и через три минуты наслаждаемся уже русскоязычным переводом. Вот и все. Три минуты на обработку стостраничной книги. Ну, неплохо так. Да, есть. А, ну вот, Ольга, видите, даже знакомое издание. Да, вот смотрите. Это вот, кстати, очень хорошая вещь. Как книги попадают в открытый доступ, Ирин, по договоренностям, да, по договоренностям. Не все, не просто так, это есть, заключается, это тоже на основе договоров, заключаются договоры между издательствами, авторами, то есть просто так взять и выложить в открытый доступ без ведома автора или издательства книгу нельзя категорически, поэтому везде, где пишут, что книги в открытом доступе, ну, проверяйте, смотрите, да, здесь важно еще, что это за издание, вернее, что это за ресурс, проверить его, посмотреть, да, у них здесь есть и про политику, и про условия пользования, тоже их нужно обязательно читать, и, кстати, коллеги, вот еще одна вещь, на которую обращаю ваше внимание, сейчас я попробую найти, у нас, вот здесь, наверное, у нас может быть, важный момент, на который мы с вами немножко его опустили, пропустили, а он есть, обращайте внимание на лицензию, сейчас я найду пример, у нас в самом каталоге должен быть, да, вот, например, в DOEG указывается тип лицензии, и, кстати, во многих ресурсах, которые мы сегодня смотрели, в качестве одного из фильтров тоже указываются разные типы лицензий, посмотрите, вот себе, прямо из интернета возьмите, какое обозначение, какой тип лицензии, что это означает, да, вроде бы здесь везде открытый доступ, но лицензии могут быть разные, и это может означать разные условия доступа к этим статьям, вот видите, а здесь уже совсем другая, а здесь уже совсем третья, вот это очень важно смотреть, на каких условиях мы можем использовать эти статьи, материалы этих журналов, на условиях, какой лицензии он предоставляет эти материалы в этот каталог, а, собственно, и нам для пользования, с книгами то же самое, то есть вот это вот обязательно тоже смотрите, в основном все для личного пользования, нельзя статьи, книги, открытого доступа, переиздавать, собирать, публиковать, вот это вот категорически, конечно, запрещено, но и для использования, опять же, каким образом, цитировать в своих статьях можно, обязательно ли указывать автора, если то как, вот это вот, пожалуйста, тоже смотрите, на это, если есть указание на лицензию, то что это обозначает, для каких целей можно использовать, в русские книги, честно говоря, не видела, это в основном ресурс по западным источникам, по зарубежным, вот зарубежные книги, да, русскоязычные не попадались, честно говоря, я их здесь не видела, значит, еще один ресурс, ну, мы сейчас в основном про зарубежные, с ними чаще всего возникают проблемы, но если про русскоязычные, то это каталоги ваших библиотек, посмотрим еще, Open Journal, это издание, молодое издание, оно существует лет 10, в 11 году, только в 2011 году, было основано, и здесь публикуются материалы, в основном, по гуманитарным и социальным наукам, ну, вот про технические, медицину, там, естественные науки, очень много говорится, социально-гуманитарно, как-то немножко так отодвигается, они мне ближе, поэтому я вот этот вот ресурс взяла. Также можем выбрать тип статьи, ну, вот так вот выглядит главная страница, опять же, обращайте внимание, да, лицензия, здесь указано, на какой лицензии, под какой лицензией этот материал предоставлен. Можно сразу скачать в PDF-файле, а можно и поработать вот с навигацией, с сортировкой, да, отбором, с фильтрами, ну, выбрать тип статьи, который, вот здесь их вообще там сколько, а нет, их здесь немного, можно, здесь очень удобный такой движок, очень такой приятный, напоминает, знаете, как на букингах, заказ отелей, там, санаторий, бронирование номеров, там, установите требуемую цену, например, а здесь установите требуемый период с двух сторон, вот можно двигать, очень такой-то умиротворяющий, и вот, вот эту навигацию, панель, я вам открываю, вот эту менюшку с фильтрами, как здесь можно, что сделать, можно вот тип статьи подобрать, один или несколько, и он сразу показывает, да, каких, чего есть, чего нету, вот писем, статьи на ретракции, кстати, ретрагированные статьи, здесь есть такое, можно посмотреть, про ретракцию, мы вот на предыдущем вебинаре говорили, особенно в мае, посмотрите, очень такая тема, серьезная, вот здесь они уже это стали использовать, ну, вот сам больше, конечно, исследовательских статьй, аж 3000, почти с половиной, год устанавливаем, и дальше выбираем область, что нас интересует, бизнес, обучение, психология, социология и так далее, экономика здесь есть, ну, и вот по каким темам есть статьи, можно здесь посмотреть, выбираем, устанавливаем, и он нам вот сюда выписывает все, что мы выбрали, можно очистить все, можно, например, мы решили, что, а, нет, не все, все нам подходит, кроме education, да, не хочу education, хочу psychology, убираю education, выбираю psychology, и остальные фильтры у меня остаются на месте, ну, и дальше, как всегда, просматриваем, прооткрываем, читаем онлайн, и закачиваем в PDF, или сразу закачиваем в PDF, а потом уже переводим и читаем, кому как удобнее. Еще один ресурс, scientific research, сайт издательства SCIRP, это научный, технический, медицинский журнал открытого доступа, это труды конференций и учебники. Вот что собирается на этом ресурсе. Это один тоже из крупнейших издателей журналов открытого доступа, у них сейчас больше 200 журналов по открытом доступе, это журналы онлайн, рецензируемые по широкому спектру разных научных дисциплин. И здесь вот, да, тоже Open Access, вот он, значок, есть. Можем искать журналы, можем смотреть книги, здесь тоже есть книги, но в основном у них все-таки упор на журналы, книг чуть поменьше. Ну и дальше вот выбираем также по различным фильтрам, по отраслям, какие статьи нам нужны. Управление здесь немножко тоже особое такое. Можно, в основном здесь тематическая выборка, выбираем тему, которая нас интересует, и он нам выдает список журналов, которые к этой теме относятся. Вот они прям идут, и дальше пошла такая простыня. Ну, можем выбрать здесь, и он сразу нас переключит на нужный раздел. Вот мы выбрали, например, наверху Social Science и Humanities, и вот он нам открывает, какие журналы здесь есть. Вот, смотрю, креативное обучение, интересный журнал, что там. Открывая, я сразу попадаю на страницу этого журнала. И вот он нам, вот, архив номеров. Перехожу в архив, и дальше можно уже искать по архиву номеров, нужные нам статьи просматривать, выбирать. Ну, вся информация о журнале здесь тоже приведена. Можно также проверить по ССН, где он индексируется, не индексируется. Ну, и поиск здесь, да, вот на этом, в этом журнале, например, очень удобно устроен. По годам, по номерам. И дальше уже отсматриваю. Выбираю нужное, отсматриваю нужные мне статьи. Открываю статью, можно получить номер ДОИ, можно скачать в любом из трех форматов, в том числе и в PDF. Ну, и показываю тоже статистику, сколько раз читали, сколько раз скачивали, то есть насколько эта статья популярна, не популярна. Можно прочитать ее прямо вот здесь, вот дальше пошел сам текст статьи. Можно читать онлайн, можно скачивать. Да, то есть достаточно хорошо устроено просто. По книгам, по книгам здесь немножко ситуация такая. Здесь не все книги в открытом доступе. Это я вам перевод сайта тоже показываю. Вот этот вот раздел, третий сверху, третья планета от Солнца. Книги открытого доступа – это то, что можно скачивать. Вот эти остальные разделы, традиционные книги, то есть печатные, академические архивы и бестселлеры – это то, что идет за деньги. Электронные и печатные версии, они предлагаются за деньги. Ну, на что-то существовать нужно, да, такой интернет-магазин. А вот книги открытого доступа, их здесь не очень много, поэтому я говорю, вот это издание, оно в основном, я так понимаю, фокусируется на открытый доступ к статьям. Книг не очень много, но они и есть. Ну, вот так вот выглядит страничка с выбором книг открытого доступа. Ну, что-то можно посмотреть. Вот это мне показалось очень интересной книгой. Такие научные рассказы на одну страницу. Ну, и дальше мы выбираем, например, какую-то книгу, открываем ее, и вот здесь не пугайтесь. Здесь может идти тоже указание цены, хотя книга находится в открытом доступе. Это значит, если вдруг вы захотите не электронную версию, а печатный вариант в твердой или мягкой обложке, вы его можете заказать, ее вам привезут, доставят, продадут в том или ином виде, ну, если вы сторонник классического чтения. А вот электронную версию книги можно скачать бесплатно. Вот эта книга спокойно скачивается. Здесь важно открыть вкладку «Электронная книга». И в чем еще, нечасто я такую вижу, можно скачать книгу либо целиком, либо отдельный фрагмент. Но не нужно мне все, мне интересует только вторая или третья глава. Я могу выбрать этот фрагмент текста, и он мне скачает только этот фрагмент, а не всю книгу целиком. И вот я открываю, например, вторую главу. Ну, тоже, правда, другая книга, но оттуда же, из той же серии. И вот он мне всю главу воспроизводит. Я ее перед скачиванием могу просмотреть и только после этого закачать себе. Отдельная страница, не знаю, у меня не получилось, может быть, я что-то не туда нажимаю, но он скачивает, скачивает там всю главу целиком. Отдельная страница не получилась, как положено. По поводу, коллеги, по поводу отечественных ресурсов. Наш родной e-лайбрери можно искать, вот вы спрашивали, где книги искать, да, я говорю, в каталогах библиотек, да, и в e-лайбрери тоже. В e-лайбрери можно найти и книги в том числе. Вот на вот этой начальной странице поиска, на которую мы можем также выйти без регистрации. Но лучше все-таки в e-лайбрери зарегистрироваться, если еще этого не сделали, как читатель. И на всякий случай поставьте, регистрируйтесь как автор сразу, если у кого-то нет регистрации, да, или студентам тоже говорить. Потому что потом мы будем публиковаться, это все пойдет в e-лайбрери, встанет вопрос об учете публикации. Мы там не авторы, мы там читатели. Ну, лучше это сделать сразу. Но даже без регистрации на начальной странице мы можем выбрать, например, и поискать книги в том же открытом доступе, с условием открытого доступа, что есть в e-лайбрери, а там есть не только статьи и журналов, материалы конференции, есть еще и депонированные рукописи, и отчеты, и патенты, и книги. Вот это вот все стоит по умолчанию на этой начальной странице. И выбираем, ставим открытый доступ, и дальше поиск он нам выдает. Как попасть на эту начальную страницу? Открываем страницу e-лайбрери, расширенный поиск, вот я даже еще не зашла туда, не открыла сессию, хотя у меня регистрация есть, я захожу как по-честному, по фри доступу, расширенный поиск, и он сразу открывает мне вот эту начальную страницу. И вот дальше мы выбираем то, что нам надо, лишние галочки снимаем, нужные оставляем. И смотрите, вот здесь есть вот этот раздел, параметры читаем внимательно, искать в публикациях, имеющих полный текст на e-лайбрери. Полнотекстовый доступ. Ставим галочку, поиск, и он нам выдает список. Вот здесь я тоже искала по ключевому, по ключевому слову, по тематике можно искать, можно искать вообще по ключевому слову, я сюда ключевое слово забила, вот эту библиографию. И вот он мне выдал. Найдена публикация, открытого доступа, стоит значок скачать, я их могу совершенно спокойно скачать. Если я поставлю вместо статьи, выберу тип издания книга, то тогда я буду искать уже книги. Ну так через e-лайбрери можно тоже находить то, что находится в полнотекстовом доступе. Вот эту вещь тоже не забывайте, то, что называется легендом. Если мы через издание ищем, через название журналов, по ним тоже можно отслеживать публикации, но там не все публикации могут находиться в полном доступе. Полнотекстовый доступ, зеленый значок, значит статью можно скачать. Ну и вот обозначение я вам специально на отдельный слайд вывела, так под рукой тоже, что можно, чего нельзя с этой статьей сделать. Еще один ресурс УИС России, университетская информационная система. Здесь также по фри доступу мы можем получить, ну многое для нас закрыто, но без подписки мы можем получить поиск по базам данных и публикация. Про этот ресурс мы уже говорили, где-то, по-моему, в прошлом году у нас еще вебинар был. Я вам отметила, вот здесь прямо сейчас долго на нем останавливаться не буду, иначе мы и так уже долго будем сидеть. Ну, имейте в виду, что здесь можно также искать статьи по научным журналам. Здесь посмотрите, вот я вам привела, да, сам поиск, какие выборки можно сделать, что можно найти. Вот эти слайды я вам сюда тоже на всякий случай как дополнительный материал вставляю. И здесь, да, два варианта есть. Мы можем прочитать онлайн, если по самой ссылке кликнем, а если по названию и номеру, то можем скачать весь текст выпуска того или иного журнала. Да, вот прям вот так вот все можно сделать. Еще в УИС России есть доступ к ссылкам, полезные ссылки, которые позволяют искать статистические материалы. Но это уже тема у нас следующего вебинара, на котором мы как раз и поговорим. Еще одна хорошая вещь – электронные ресурсы РГБ. И вот с них в следующий раз мы с вами и начнем. Там есть несколько ограничений, но есть ресурсы, которые находятся в свободном доступе, которыми мы можем пользоваться. И они дают, вот здесь внимательно смотрите, полнотекстовый доступ к документам, которые содержатся на этих ресурсах. Вот что это за ресурсы, мы в следующий раз с вами пройдем. А в конце я вам даю такой еще дополнительный список поисковых ресурсов, где можно еще искать научные статьи. Вот просто по ним посмотрите. Если вам нужен автор научных статей, как это можно найти в Твиттере, в ResearchGate, там мы можем сделать, и в Академии ИДУ. Но там требуется регистрация для входа. Нужно зарегистрироваться. Ну, иногда бывает необходимо поговорить с автором, и иногда они дают тоже тексты своих статей, делятся, почему нет. И вот еще по нескольким специализированным базам тоже такой вот список я вам даю. Посмотрите уже, это уже так, на дополнительный материал, дополнительный к тем ресурсам. Ну, то, что мы сегодня рассмотрели, этого уже вполне достаточно для того, чтобы найти достаточное количество публикаций для собственных статей, разработок, методичек, занятий курсовых и ВКР, дипломов и диссертационных исследований. А вот в следующий раз на вебинаре мы с вами... Да, вот я вам показываю вот это вот полезные ссылки. И вот видите, статистические коллекции, статистические ресурсы. Что здесь еще есть полезно? Вот это мы уже посмотрим на следующем вебинаре дополнительную информацию. И вот этот ресурс, с которого я в следующий раз и начну наше знакомство. Продолжим, вернее, откуда брать информацию для своих научных публикаций. Потрясающий вообще ресурс. Раньше мне лет много назад, в начале 90-х, когда писали магистрскую работу, тогда было АНХ, сейчас Ранхингс. Вот там писали магистрскую работу, мы по ВЭД, и нужны были данные, сравнительные данные, цифры за, по-моему, 15 или 20 лет. У нас было такое большое исследование, большое сравнение. Рынок зерна США, ЕС, Россия. Данных не было нигде. Интернета тоже практически не было. Компьютера дома тоже не было. И я помню, что мне пришлось ехать в библиотеку ООН. Есть такая в Москве, к счастью. Где-то в Арбатских переулках у них был особнячок. И вот в этой библиотеке ООН, наверное, неделю ручками вот эти вот талмуды статистических данных я эту информацию оттуда выкачала. Слава Богу, у них было... Можно отксерить. Слава Богу, хотя бы можно было откопировать эти листы, не все можно было вручную, нужно было переписывать. Это была, конечно, еще та история. И вот это, это просто колодец. Если бы этот ресурс был тогда нам доступен и тогда бы он существовал, это было бы вообще замечательно. Я вам покажу, какие там есть богатства на самом деле. Поэтому если у вас проблема, где взять статистические данные, особенно по каким-то странам или в мировом масштабе, вот это, это просто то, что надо. Вот. Так что, коллеги, вот про это тоже расскажу, но уже в следующий раз, иначе мы сейчас переберем времени основательно много. Не забывайте присоединяться к нашей группе. Летом я туда полезную информацию буду скидывать и очень активно начнем с сентября. Про ссылку на 22-е. Да, сейчас, 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 сейчас я ее найду. А сейчас я ее вам попробую, сейчас я ее попробую найти. Одну минутку, коллеги. Надо просто... Сейчас я попробую вытащить из базы эту ссылочку. Не забудьте, пожалуйста... Ага, вот она. Не забудьте, пожалуйста, сейчас забрать презентацию из вкладки «Файлы». Там у нас было много... Много ссылок, которые активны и самой презентации. Так, по-моему, вот это. Попробуйте, пожалуйста, перейти сейчас кто-нибудь по ссылке, открывается ли страница регистрации. Это ссылка на регистрацию, на продолжение вебинара 22-го, продолжение наших поисковых ресурсов. Вот, надеюсь, что, да, Алла Викторовна, надеюсь, что информация пригодится, будете использовать. Да. Так, ничего страшного. Если кто-то раньше ушел, ничего страшного. Запись все равно будет. Термины. Надежда Чиненова спрашивает. Термины указывать через запятую или только по одному термину искать? Смотрите, если вы вводите... Можно попробовать там по-разному. Я в основном одно-два слова вводила, и у меня нормально показывала. В разных ресурсах по-разному. Иногда пишут там «Введите через запятую» или «Введите через точку запятую» или «Через пробел». Если ничего не написано, попробуйте просто через пробел, посмотрите, что выдаст. Если по ключевым словам для полнотекста, там, по-моему, через запятую было. А вот если в названии журнала, то лучше по одному слову. Потому что все слова в одном названии журнала могут не быть, которые нас интересуют. Так, и... Да, открывается. Отлично. Отлично. Все, страница на регистрацию действует действительно. И я тогда вам в группу, в нашу группу, тоже ссылку на вторую часть размещу, чтобы можно было и заранее туда тоже записываться до всех анонсов. В следующий раз мы с вами посмотрим уже ресурсы, которые дают доступ к диссертационным исследованиям зарубежным, к статистическим данным. Вот это вот ресурсованно обязательно покажу. Какая штука. А в какую нашу группу? А вот это вот, которая на слайде, библиография для небиблиографов. Наша группа. Вот она. Сейчас я вам ссылочку тоже на нее дам. Вот. И в следующий раз мы тогда еще посмотрим. Я вам попробую вытащить интересные ресурсы. Да, вот наша группа. Наша группа. Приходите, присоединяйтесь, кто еще не там. И в следующий раз я попробую вам вытащить интересные еще ресурсы по кино, фото, документам, архивам. Правда, не все из них бесплатные, но посмотрим, что там можно выцепить для такого бесплатного фри доступа, открытого доступа. Ну, вот, если... Да, тоже может пригодиться. Вот. Ну, вот, коллеги, на этом мы сегодня нашу встречу с вами завершаем. Берите, используйте, пробуйте поработать с ресурсами, с разными критериями. И собирайте информацию, публикуйте интересные научные работы. С удовольствием будем читать ваши произведения тоже. Всем счастливо, всем удачи, всем хорошей продуктивной работы, завершение недели. И до новых встреч на вебинарах Директ Академии. А я вас жду 22 числа. Мы продолжим знакомиться с поисковыми ресурсами. Всем счастливо!